Добрый день, добрый солнечный день, дорогие друзья! И давайте вернемся к той тематике, украинской тематике, которую поднял Валера, которую поднял он ее, в общем-то, с моей просьбы. Очень хотелось бы, чтобы такие вопросы, которые касаются, в общем-то, вопросов жизни целых народов, чтобы такие вопросы открыто обсуждались. Их бесполезно обсуждать через средства массовой информации, через какие-то, может быть, правительственные органы. Это те самые средства массовой информации, те самые правительственные органы, которые спят и видят, чтобы уничтожить эти самые народы. Можете как угодно относиться к теории заговора, но, извините, это уже очень, на мой взгляд, очевидный факт, и люди это понимают. Но знание – это сила, и надо вообще все эти вопросы обсуждать, поднимать факты, находить какие-то закономерности. Поймите, что средства массовой информации и правительство может очень хорошо одурачить людей и очень глубоко закопать эту ложь. Но они не удосуживаются этому, потому что люди отупели, люди забиты этой ложью со средств массовой информации. Эта ложь не должна быть особенно глубокой, но у людей не хватает уже даже элементарных знаний, чтобы понять, что их обманывают. И поэтому, если вы просто будете учить историю, будете обсуждать, делиться фактами, вы, в конце концов, во-первых, между вами не будет ненависти, во-вторых, вы не дадите тем, кто хочет, грубо говоря, вам зла, не дадите им возможность так с собой поступать. Что касается замечаний по поводу выступления Валеры, я бы сказал, ну, это было достаточно эмоциональное, неподготовленное выступление, потому что я его застал врасплох, буквально сказал, окей, завтра прихожу, будешь говорить на эту тему. Соответственно, естественно, человек, может быть, гораздо лучше бы подготовился, но это должно было быть, на мой взгляд, спонтанно. И что есть, то есть. Что касается бандеровцев и ватников, то есть те слова, которые Валера использовал, кто такие бандеровцы, не украинские националисты, не тем более те, кто им оппонирует, по-моему, уже не знают или забыли. Это люди, которые изначально, которые у нас здесь, в Австралии, есть люди, последователи Степана Бандеры. Это люди, которые бежали в 1939-1938, до этого годах, бежали из Польши, чтобы своей жизнью спасти десятки тысяч людей, бежали в нацистскую Германию. Это вот вам простой пример о том, какая белая Польша была и какая черная была Германия. Это исторический факт. Люди бежали, спасая свои жизни, все бросая в своем родном краю. Поэтому всегда думайте, когда вы называете людей, допустим, бандеровцами, это совершенно те люди, которые участвуют в этой антитеррористической операции, в войне, или скажем так, как хотите это называйте, весь правый сектор, армия вооруженной силы Украины, так называемые независимые республики и так далее, все эти люди очень далеки от бандеровского движения или того движения, которое это бандеровское движение подавляло. Говорить о людях, как о ватниках, наверное, не очень тоже прилично, потому что как минимум их уровень, или, скажем так, зачастую их уровень такой же, как и у тех, кто их осуждает. Это недостаток информации. Нет гражданской смелости у людей. Всегда есть причина говорить на кухне, но не говорить это открыто. И никогда эти люди ни с чем не борются. Это как бы мы еще поднимем этот вопрос. Но людей инертных, людей, которые как бы каждый за себя, таких людей хватает и в России, и в Украине. Но я думаю, что по тому опыту жизни, который есть у меня, в принципе, в Украине, особенно в Австралии, это наиболее как раз, наиболее часто встречается как раз среди украинцев. Так что не стоит людей вот так вот оголтело, называют и бандеровцами, и ватниками. Это свойственно обычно каким-то троллям, которые генерируются из одних и тех же лабораторий. И их задача поссорить народы, поссорить людей искусственно. И, пожалуйста, вот вам пример, как это делается. Какая-либо дискуссия, любая вообще, я не знаю, футбольный матч, выращивание манго, появляется какой-то тролль, который называют какого-то бандерой. В принципе, из той же лаборатории появляется как бы оппозит, и они начинают друг с другом типа сражаться, вовлекая в эту ненужную спару всех остальных. Когда я вам рассказывал, как действуют, действовали в Москве, в Будапеште, в Каракасе и в Киеве, как действовали снайперы, они делали то же самое. Они стреляли в обе стороны, и обе стороны считали, что их оппоненты как раз не стреляют, и эта третья сторона провоцировала вот эту кровавую бойню, которую иначе, иначе бы, может быть, не случилось. В первые дни конфронтации между так называемыми республиками и Украиной показывали, что люди отказывались друг с другом стрелять, и люди могли бы договориться. Но! Но! Появились обезьяны. И эти обезьяны появились с обеих сторон. Это не люди, которые живут там в Луганске, в Донецке, или живут во Львове, в Преславле, в Ивано-Франковске, в Черновсах, в Пернополе и так далее. Эти обезьяны, это люди, которые с оружием в руках провоцировали народы. Они были в очень большой степени с Украины, с стороны Украины, и в очень большой степени они были из этих республик. Я никогда не пойму и не поращу того факта, когда человека, который, ну, скажем так, дерьмовый, этот Сашко Билый, когда его просто нынешняя власть украинская их белый заковала в наручники и расстреляла. И расстрелял это господин Аваков, это по его приказу. Для моих украинских друзей я хотел бы спросить, а что господин Аваков украинец? Ну, я не говорю гражданин Украины, я говорю, он украинец? Что вы позволили, вот это вот так вот съели? Это большой упрек. Я не говорю, что он был хороший. Но нельзя человека, даже бандита, вот просто, когда власть действует бандитскими методами, власть сама по себе бандитская. Украинская власть, вот когда, я не знаю, там вроде как поменялось, вот, не знаю, маловероятно, она действовала бандитскими методами. Что касается этих боевиков, которых вот здесь хочу поспорить с оппонентами Валера, пожалуйста, когда мне говорят, что у нас, или у них, или у вас, какие-то полководцы типа Гиви, Моторойла, Бэтмен, ребята, вы отдавайте себе отчет. Это обычные зэковские клетухи. Ни один народный герой так себя не ведет. И не надо даже сравнивать людей с Чигеварой. Чигеваро тоже был бандитом. Изначально на Кубе тоже, кстати, достаточно бандитский сержел, но когда... он, конечно, романтик, он, конечно, доктор. Но туда, куда он поехал, в Латинскую Америку, он был обычным бандитом. И как обычный бандит, так он и закончил. Все эти Гиви, эти Моторолы, эти Бэтмены и прочие, их еще будет много. Это люди, которые принесли горе украинскому народу. Но это уже буря со стороны, так называемой, республики. Еще один одеозный пример. Господин Стрелков, который Гиркин. Ну, ребята, Гиркин это не славянское. Это человек не русский. Это человек не славянин. Это человек, который ездил в Мюгославию, он не защищательный. Он стравливал братские славянские народы. Боснийские, так сказать, босняки это славяне, правда, принявшие ислам. И отнюдь не террористы. Сервы и Хорваты это нормальный народ. И не надо туда лезть иностранцам и разбираться. Так же, как сербские читники приезжали сюда, куда-то там, не знаю, там, на парадах участвовать. Или товарищу Михайловичу тоже много вопросов к читникам. Но в данном случае человек планомерно способствовал уничтожению славянских народов там и приехал помогать, так называемым, помогать, так называемым республикам. Человек, который абсолютно не имеет ничего славянского и абсолютно не имеет ни образования военного, ни этики. Потому что в военных, в очередных заведениях учат определенные этики законодательства заведения войны. У этого человека нет этого подавания. У этого человека глубоко наплевать на это, на все. Такие люди не должны вообще там появляться. Или они должны, грубо говоря, нейтрализоваться. Такие люди, как Гиви, Моторол, это клички. Это что-то очень напоминает Одессу, гражданскую войну, когда, в принципе, такие люди должны были быть нейтрализованы, что, в общем-то, Красная Армия, Белая Армия и сделала. То же самое должно делаться с ними. Потому что нету разницы между теми и теми украинцами, украинцами и русскими. И все можно обговариваться. Человек, взявший в руки оружие, должен это оружие выронить. Как это произойдет, это уже другое дело. Голодомор. Здесь Валера, наверное, не очень обладает знаниями, глубокими, на плане. Голодомор был частично искусственный, но в основном это была трагедия в 30-х годах, когда был мировой кризис. Эта трагедия в основном развивалась финансовыми организациями, которые такие вот, к которому не принадлежали. Это была страшная трагедия в Соединенных Штатах. Это была очень большая проблема в 30-х годах Европы, в 20-е и 30-е годы. Подобное случалось и перед Первой мировой войной, и очень сильно пострадала в свое время Австро-Венгрия. Галичина как раз, вот Западная Украина, очень от этого сильно страдала. Именно, кстати, ресурсы, силы Украинской, Западной Украины были надорваны вот этими голодными годами, когда в действительности было каннибализм, и массовое замирание людей. И 30-е, это просто 20-е, 30-е годы, это повторилось. Это было искусственно, я так думаю, что не случайно голод был и в казачьих районах юга России. Очень много людей погибло, и мы знаем, кто уничтожал украинцев и уничтожал казаков русских. Я думаю, что это все понимают, что это были не сами украинцы, это были явно не русские. Россию называть страной русских, тоже проводить параллели между Россией и русскими тоже не очень стоят. Что касается наших товарищей, наших диванных грлопанов, вот, пожалуйста, было людям дана вонгленность высказаться о так называемой пророссийской атаке, о так называемой войне. Ну, можно, конечно, ставить стихоря, дизлайки, лолы, где-то там, из-под тишка, какой-то гадкий коммент. Если вы считаете, что у вас точка зрения правильная, если вы считаете, что вы человек умный, культурный, у вас есть аргументы, пожалуйста, сделайте видео без оскорблений, но защитите свою точку зрения, и в итоге массовая аудитория начнет задумываться о чем-то. Сидя на диване, не имея никакого продавания знаний и истории, и так далее, это лаять, грубо говоря, на то, что, в общем-то, я же предупреждал, что это точка зрения Валеры. У меня есть другая точка зрения, кстати, отличная от наших, как бы, диванных бойцов за Россию, вот, но все-таки, я все-таки ждал, когда у нас люди очень красиво, аргументированно высказутся. Иван наш, один из наших зрителей, хорошо тоже сказал, Николай там тоже что-то. То есть, вот это вот несколько человек, но пока что я не вижу, чтобы хоть кто-то, что-то когда-то говорил на эту тематику. Все остальные болтовния на кухне, это признак трусости и подлости. Вот. И лени, может быть, а может быть и всего вместе взятого. Я просто хотел бы сказать, что великий русский поэт Пустин говорил, что лишь тот достоин счастья и свободы, кто ради них готов идти на бой. И в то же время Жемчужников говорил, по-моему, что-то типа, как ты не старайся не вызвать стихами, ни дум вы делаете, ни доблести фами, таким поведением очень многие наши люди ставят себя отведеватниками или бандеровцами, а просто позиционируют себя идиотами и ханами. Потому что люди имеют, что сказать, люди могут на что-то повлиять, но этого не хотят. Это признаки как раз такого поведения. Что касается украинцев, Фаршов, конечно, в четвертом ролике сказал Валера, что никакой помощи от украинцев он никогда не получал, от русских, ну, немного, но от меня, допустим. Очень хорошо помогли его супруги, ему, нашу тут еврейскую комьюнити, и в основном мы всегда помогали австралийцам. я просто скажу, что во многом, наверное, это так оно и было. Что касается тех же самых украинцев, не хочу говорить, как сказал Валера, Валера, но вот это вот моя хата с краю, вот это вот желание после меня хоть потоп или что-то такое, оно приводит к тому, что конкретно в моей ситуации, в ситуации, когда приезжают мои ребята, студенты, у нас большая проблема, что раньше-то больше было, ну, и сейчас часто бывает, люди поддаются на беженца, и люди поддаются это не из-за того, что война какая-то идет, а просто, вот как Валера сказал, хитрожопость. И проблема в том, что наша украинская комьюнити, община помогает им, как-то гласно, негласно, но она помогает им. Это огромная проблема, потому что все это видно, и поэтому легче не давать людям даже студенческую визу, чтобы у них не было возможности приехать сюда и податься на беженца. Вот так государство и поступает. Фактически наша эта община, зря потом жаловывается, что им родственникам не дают визы, не студенческие, не туристические. Вот, пожалуйста, вы знаете этих украинцев, вы знаете этих двух агентов, причем один агент даже не имеет лицензии, другой имеет. Вы знаете, что эти люди делают, что они помогают, типа помогают беженцам. Пожалуйста, решайте эти вопросы. Если у вас есть гражданская смелость, вы это сможете сделать. А на данный момент я этого желания не вижу. А если этого желания не будет, значит, вот и такое будет к вам, ребята, отношение. К сожалению, как бы вообще к украинцам. Мне очень обидно за то, что мои студенты, ребята, очень хорошие, но вот у них трудности из-за того, что вот какие-то засранцы вот так вот все создали такую ситуацию, такую репутацию для Украины. Крайне мере, люди, с которыми я общаюсь здесь, мои студенты, мои знакомые, они не заслуживают такого отношения. И кто виновен в этом? Виновны те люди, которые потворствуют этим лже-беженцам, потворствуют этим агентам. Вместо того, чтобы взять и раз и навсегда их сдать в департаменте миграции, и чтобы эти люди боялись всю оставшуюся жизнь нарушать закон. Они вот так бы измывались над другими людьми. Приглашаю вас на канал, приглашаю вас на канал «Имея мнение». На этом канале вы всегда сможете свою точку зрения донести. И я думаю, что вот эта вот возможность вскрыть опухоль, почистить ее и попытаться вылечить организм. Это самое лучшее. Это сложно. Это требует гражданского мужества. Вы же не такие уж совсем падшие люди. Вы же дошли до того, чтобы все-таки кардинально изменить свою судьбу, приехать хотя бы на учебу в Австралию. Это требует гражданской смелости. Но если она у вас есть, так добро пожаловать на наш канал «Имею мнение» и, пожалуйста, будем рады любым высказываниям. «Имею мнение» и, пожалуйста, высказываниям. 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 Продолжение следует...